В Губкинском музее освоения Севера появится новый виртуальный тур. Это станет возможным благодаря победе в президентском конкурсе творческих проектов общенационального значения. Разработка музея вошла в сотню лучших идей со всей страны. Она посвящена сохранению культуры коренных северян. На грант в миллион рублей будет подготовлено виртуальное путешествие на ненецкое стойбище, которое существенно дополнит уже существующую экспозицию по культуре лесных ненцев. Тур мы сделаем за счет того, что мы будем выезжать на стойбище, снимать видео, съемки 360 градусов с современными технологиями. Приобретем, конечно, сюда специальное оборудование, VR-очки, полный комплект. И вот тур будет собран, специалист к нам приедет осенью, я думаю, что ближе к зиме мы договоримся. И хотели бы снимать именно зимние чумы, когда уже, так сказать, встанет лед и можно будет хорошо, благополучно добраться до стойбище. Инновации Губкинского музея будут поддержаны и на региональном уровне. Так, по итогам конкурса социальных проектов предприятия «Газпром Добыча Ноябрьск» выделят полмиллиона рублей на создание интерактивной квест-выставки «Код да Винчи». Посетители смогут в доступной и увлекательной форме познакомиться с жизнью и творчеством великого изобретателя. Мы, конечно, принимаем в расчет и к сведению достижения других музеев, перенимаем, стараемся, самый лучший опыт, самый лучший проект «Код да Винчи», который будет реализован также до конца года, и я думаю, будет интересен и детям, и взрослым. Вообще, тематика квестовая очень понравилась Губкинсам, мы надеемся, что это тоже принесет свои плоды. Музей освоения Севера известен активным использованием новых технологий в повседневной работе. Так, в конце прошлого года представлен проект «Город в дополненной реальности». Это мобильное приложение, с помощью которого можно познакомиться с достопримечательностями Губкинского. Есть планы и для дальнейших разработок. Есть такая платформа, которая называется «Артефакт». Эта платформа была создана Министерством культуры Российской Федерации и предоставляется возможность всем музеям на этой платформе создавать свои аудиогиды с элементами дополненной реальности. Вот на сегодняшний момент ведется работа по заполнению на этой платформе наших новых аудиогидов. По выставке «Соседи лесные ненцы» мы сделаем подобный проект. По словам сотрудников музея, новые проекты будут реализованы к концу года, и они станут настоящим подарком для жителей и гостей нашего города. Валерий Усманов, Руслан Утанов. Новости Губкинского.